Сегодня тренировочка была уже поинтенсивнее, чем вчера. Вчера как бы больше он присмотрелся к нам. Сегодня уже приехали еще полностью весь состав тренеров приехал. И работали тренер по разминке, поработал с нами, потом индивидуально с большими поработали, с маленькими. Более понасыщенней, по времени не могу сказать, что долго, но насыщенность хорошая. Получается, что продуктивные тренировки проходят. Как бы не могу даже сравнить, потому что там он, можно сказать, был один и нес именно свое ведение игры. А здесь как бы много очень тренеров, главный тренер Майк Фротелла, а остальные помощники дополняют. И то есть берешь от всех по чуть-чуть. Там он нам один давал всю информацию, а здесь много тренеров, много информации поступает, которая как бы полезная информация, которую будем потом использовать в дальнейшем. Добрый, хороший. Восстановился все после сезона, когда у всех закончился, у меня он только начался. Потому что там операция прошла, там был у меня апрель, я не тренировался. И с мая как бы пошел полностью процесс там. И ну нормально, нормально, восстанавливаюсь все потихонечку. Дай бог, все будет хорошо. Мы в школе приехали, как бы подогнали немножко свои кондиции. У нас физические кондиции были хорошие, а вот именно там беговые упражнения, побегали немножко на выносливость, подняли, чтобы приехать сюда уже здесь выглядит хорошо. Поэтому я считаю, что он не зря прошел точно. Потому что как бы там тренер был, ну Виталий Николаевич был тренер там, как бы сам себя, ну все равно затренируешься, когда сам. Но когда как бы тренер есть сбоку, то больше получается оттренироваться, чем когда сам. Сам себя, можно сказать, не заставишь так сделать, когда там с тренером. Ну ничего, не первый год знаем уже друг друга. Все как бы понакатано и просто решили соединить нашу жизнь в одну. Ну и ничего, дома ждет, как это было и до свадьбы, так и после свадьбы, в принципе. Я думаю, что спортсменам это сильно не влияет, а наоборот, может даже стимулирует свадьбу более спокойно уже, более навешано все, как бы все спокойно. Ну на самом деле пока что всем доволен, абсолютно всем доволен. Честно говоря, нравится серьезность подхода, нравится подготовленность, условия проживания, экипировка, сами тренировки. Хоть их было всего две, но нам сразу показали, что отбывать номер здесь никто не будет. Все приехали работать. Конечно, тяжело. Ну, мы были к этому готовы, поэтому мы приехали чуть раньше. И честно говоря, пока что я рад всему. Когда у нас тренировочный лагерь, предсезонка, тогда мы тренируемся так же, может быть даже тяжелее. Нет, лично не встречался. Ну, пару слухов слышал от игроков, которые с ним играли. Ну, пока что, ну, я буду, я как бы, я не очень люблю верить слухам. Я люблю все проверять сам и делать свои выводы. Пока что, пока что все очень нравится. Скажи, что, я знаю, ты планировал приехать в Южно, да, на вашей сборной? Да. А потом у тебя что-то не сказали? Почему не приехал туда? Я не буду врать, без причины. Просто как-то стало грустно, что отпуск уже закончился. Я решил себе его пролонгировать еще на неделю. Я каясь, это, то есть, я сам. Я, как бы, ну, чуть-чуть занимался, старался не совсем распускаться. Я выполнил свою задачу минимум, я не поправился. Так что, ну, сейчас, да, конечно, сложно всегда будет сложно, всегда будет тяжело. Но, ну, это тренировочный процесс, я этого ждал, и я не жалуюсь. Так категорически я не буду переводить. Я могу подсказать где-нибудь там во время упражнения, но переводить я не буду, потому что у меня уже был такой опыт в Азамаши, и мне приходилось переводить полностью. Ты просто сам тогда ничего не слышишь, когда переводишь. Теряется очень много, много часть информации. Ну, я надеюсь, что наймут кого-то, кто будет переводить. Ну, мы успели, некоторые ребята собрались в Южном с молодежкой нашей. Вот. Более-менее какую-то форму попытались набрать, там, какие-то кроссики, тренажерка, некоторые броски. Так что, в принципе, не в полном развале мы сюда приехали. Здесь достаточно много тренировок будет нами заниматься. Посмотрим. Сегодня хороший день провели, мне понравилось очень. Это была первая тренировка. Много разнообразных упражнений мы делали. Все, в принципе, на восстановление кондиции. Так что, пока нормально. Ну, у всех, скажем, такие разные подходы. Ну, сейчас тяжело о чем-то говорить. Это только первый день. Я думаю, к этому вопросу можем подойти попозже. Ну, это была 15-минутная беседа. Так, привет, пока. Как-то как поживает. Ничего особо. Я же только приехал вот сразу на тренировку. Сейчас он освободится. Может, о чем-то побеседуем. Они очень уверены работать, у нас много работы надо делать, но только если вы думаете, что учёные для себя это же значит, это легко. И это мы имеем. У elementos, которые хотят быть лучше и быть хорошим команде. Зависуем, что у нас есть некоторые игроки в красивом форме, в целом, это же весь мир. Семьи игроки в очень хорошем форме, семьи в очень плохом форме. Мы это всё по-точновому. И те, кто здесь сейчас, это будет легче для них следующей неделе, потому что они проведут через одну неделю в подготовке. И те, кто в следующей неделе, будут немного сочетаться. Они будут больше сочетаться. Поэтому это будет легче для них. Я был в Италии национальной команде за 10 лет. Я тренировал в Италии за несколько лет. Поэтому моя европейская экспедиция из 1990 до сегодня. Это новая встреча с Украиной. Италии. Это лишь разница, наверное, в Италии. И это было бы, наверное, в истории. И они были в олимпиах и в медаль. Это очень многое. Это в спортсмене. И мы сможем в этом момент очень скоро. Ну, хорошая новость. Мы уже 2 еще играли в следующей серии. И дали нам 8 играть. И как играть в город, Непродолжение следует... Это хорошо, потому что больше людей пытаются готовить себя готовы в начале тренировки. Еще одна хорошая вещь сегодня что еще два тренировки появились вчера, поэтому они смогли участвовать в сегодняшний праздник. И мы начинаем пытаться дать всех чувство о том, что мы можем делать когда мы начнем регулярных праздник. И это часть того, чтобы учиться. Я надеюсь, что эти игроки, которые работают с нами сейчас, будут помогать другие игроки, которые будут приходить в день, два или три дня, и помогать им в тренировке. Они могут объяснить, что это, что они хотят, что мы пытаемся сделать, и это будет помогать, как быстро мы сможем двигаться с этим процессом. Сегодня у нас будет еще один человек на нашей команде, который будет приходить. Он наш scout. Он будет смотреть на нашу команду, практиковать за неделю, и потом он будет выходить на дорогу и начать искать противника, которые мы будем играть против. И это важно, чтобы он увидит нашу команду и учитывать, что наши игроки могут сделать, что они могут сделать, что они могут сделать, или не так хорошо, что когда мы поставим нашу команду, мы сделаем, hopefully, правильные решения на кто-то, и кто-то, и кто-то, и кто-то, мы должны давать перемещение в Клайпаде. Мы не можем немного подправляться и нам нужно финализировать некоторые вещи в самом деле. Мы сейчас у нас есть 4-5 дней пока мы практически в Клайпаде. Over that time мы будем делать все готово. Мы будем готовы. Мы будем готовы. Мы очень готовы. Мы очень готовы. Мы очень готовы, Мы будем готовы в этой коллекции и в этом году мы будем спрещать все мы хотели. Так что это сделает это немного легче.